Это итоги недели в студии Максим Кембель. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Продуктовая корзина, автомобильный бренд и вступительная кампания. Минобразование запустило телефонную линию для абитуриентов. Куда звонить? Санкции не помеха. Вобруйск посетил заместитель и премьер-министра. Нерешаемых вопросов нет. Главное, что было желание у наших руководителей. Какая средняя зарплата на Белшине? Снести нельзя достроить. В горосполкомии расставили знаки припинания в вопросе долгостроев. Еще остаются проблемные вопросы, проблемные объекты, с которыми необходимо, конечно же, проводить серьезную работу. Кто портит имидж? Память на века. Город поддержал акцию военно-патриотического клуба «Рысь». Вот у меня лично два дедушки погибло на войне. Чего не допустят белорусы? Полки магазинов заполнили елочные украшения. У нас представлен широкий выбор игрушки белорусских производителей. Гламуры, ретро или скандинавский стиль. Куда бежали Санта-Клаусы? Зачем мир спасать? И сколько денег в кошельке у самого богатого человека на планете? Forbes обновил свой список. Евразийская пятерка. Бишкек принял заседание глав государств ЕС. Александр Лукашенко озвучил предложение по стратегическим направлениям развития Союза. Вместе участники обсудили текущую экономическую ситуацию, а также актуальны вопросы интеграции на евразийском пространстве. Президенты подвели итоги уходящего года и обменялись мнениями о перспективах сотрудничества ЕС. Но сегодня реальность такова, что мы по-прежнему продолжаем бороться с последствиями решений, принимаемых в одностороннем порядке на национальном уровне. То лес вывести на экспорт не можем, то международно автоперевозчиков не пропускаем. При этом поиск взаимоприемлемых решений по проблемным вопросам растягивается на долгие месяцы. Совещаний порой много, решений мало. Считаю, что комиссия должна максимально усилить работу в указанном направлении. В текущем году в Евразийск принят ряд принципиальных решений, направленных на снятие остающихся таможенных и административных барьеров. Я не могу не согласиться с Александром Григорьевичем, когда он говорит, что нам нужно эффективнее работать по устранению этих барьеров. Это правда. Они мешают свободной торговле между нашими странами, и мы должны над этим энергично работать. Товарооборот промпредприятий Беларуси с организациями ЕАЭС вырос почти на 40%. В денежном выражении это более 5 млрд 600 млн долларов. Что касается стратегических задач, подчеркнул Александр Лукашенко, необходимо в кратчайшие сроки обеспечить реальный выход на реализацию совместных проектов по созданию современнейших производств, производств будущего. Очередная амнистия, прямая линия и новогодний экспресс. Белжеден назначила дополнительные поезда на предстоящие праздники. По каким направлениям? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с Днем народного единства. От различных видов наказания освободят 4,5 тысячи осужденных. Кроме того, еще для 4 тысяч срок будет сокращен на год. Помилование затронет несовершеннолетних, беременных и тех, у кого дети до 18, а также пенсионеров и инвалидов. В то же время мера не распространяется на статье террористической или экстремистской направленности. В Беларуси в ноябре снизилась стоимость набора продуктов потребительской корзины. Показатель составил 730 рублей. Гречневая крупа подешевела на 11%, овсяная на 8%, пшенная на 5,5%. Подорожали некоторые завозные овощи, перец сладкий, помидоры, огурцы. Здесь основную роль играет сезонный фактор. Минобразование запустило прямую линию по вопросам вступительной кампании и выпускных экзаменов в 11 классах. Связаться со специалистами можно до 30 декабря, включительно по будням с 14 до 18 часов. Телефон 8 017 222 43 12. У каждого абитуриента будет возможность попробовать свои силы в новом формате испытаний уже в конце января. Джули занимает больше 80% рынка новых легковых автомобилей в стране. Производитель в ноябре превысил максимальную за весь год отметку продаж 626 машин. В то же время показатели других брендов упали на 40%. Лидером по-прежнему остается российская «Лада», однако белорусская компания практически догнала ее. Реализовано почти 3200 авто. БелЖД назначила дополнительные поезда на новогодние рождественские праздники. С 28 декабря по 9 января в сообщении с Россией будут курсировать 12 нерегулярных составов, внутри республики 14. В пиковые дни перевозок 30 и 2 числа локомотивы будут ходить между столицей и тремя областными центрами Брестом, Гомелем и Витебском. Более подробную информацию можно получить на сайте «Белорусской железной дороги» или по номеру 105. Нерешаемых вопросов нет. Бобруйск с рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра. В ходе поездки Петр Пархомчик ознакомился с производством «Фандока» и «Белшины». Ключевая тема – стратегия развития в условиях санкции, объема производства, рынке сбыта и расширения ассортимента. О современных тенденциях Ольга Васенда. Фандок с рабочим визитом посещает заместитель премьер-министра. На повестке дня – стратегия развития в условиях санкций. Раньше 70% фанеры уходило на экспорт в страны Евросоюза. Но из-за давления пришлось искать новые рынки сбыта. Поэтому теперь продукцию поставляют и на восточно-азиатский. Акценты делают на мебельное производство. Стратегия у нас, в общем-то, не менялась. Она была изначально, на протяжении последних пяти лет – это углубленная переработка древесины и рациональное использование сырья. В этом году жизнь заставила ускориться. Мы провели модернизацию мебельной фабрики, практически удвоили производство мебели. Пусконаладочные работы проводятся и в новом лесопильном цеху, который недавно модернизировали. Производительность стажа – около 60 тысяч кубометров пиломатериала в год. Однако качество продукции заметно улучшилось. Апгрейд в плюс и экономике. В месяц предприятие выпускает мебель на 1 миллион рублей. Дальше – больше. Что происходит? Как правило, находят где-нибудь в Молодещине или где на сайте. Заходим, посмотрели. А приехали посмотреть. Приехали, посмотрели, сделали заказ. Следующий пункт визита – Белшина. Здесь 60% продукции идет за рубеж. Остальная доля реализуется на внутреннем рынке. У предприятия открываются новые возможности увеличивать поставки в пределах союзного государства за счет тесной кооперации со строителями карьерных самосвалов, производство которых выросло в полтора раза. Европейские изготовители сверхкрупногабаритных шин ушли с России. Уже готовится очередная партия к отгрузке шин. Поэтому уже 22-й год, можно сказать, мы подводим итоги определенные, завершая его с положительной динамикой. Следующий год мы также планируем получить положительное взаимодействие с Белшиной и вообще в части экспорта карьерных самосвалов у нас. В течение двух последних лет увеличиваем объем производства. Буквально два с половиной года назад мы производили товарные продукции на 600 с небольшим миллионом рублей. То по этому году уже это будет миллиард 250, а на 23-й год ставим задачу практически до полутора миллиардов товарной продукции. Это существенные темпы роста. Еще в 2021-м на предприятии разработали стратегию развития на пять лет. Уже завершено техническое перевооружение завода массовых шин. За счет этого здесь освоили выпуск новой продукции. Параллельно ищут доступные рынки сбыта и увеличивают мощности. Нерешаемых вопросов нет. Главное, что было желание у наших руководителей находить решение. Всегда можно найти выход. Времени у нас на раздумья абсолютно нет. Мы должны принимать оперативные, быстрые управленческие решения для решения вот этих вопросов. Несмотря на санкционное давление, отечественные предприятия не сбавляют оборотов. По итогам нынешнего года Министерство промышленности показывает хорошие результаты. Динамика, уверен Петр Пархомчик, сохранится и в 2023-м. Основная задача – освоение импортозамещающей ниши. Ольга Васенда, Станислав Чечерин. Итоги недели. Вековая надежность и высокие стандарты обслуживания. Беларусьбанк отмечает столетний юбилей. Крупнейшим финансово-кредитным учреждением страны был пройден непростой, на успешное постановление. Он менялся в зависимости от потребностей экономики, реализовал уникальные инновационные проекты в сфере платежных технологий, в области поддержки, развития малого и среднего бизнеса, внедрял самые современные сервисы и услуги. Но никогда не забывал про социальную деятельность и благотворительность, вносил свой весомый вклад в процветание Беларуси. На Бобруйске-Зеленочное празднование 100-летия Беларусьбанка. Это дата у Беларусьбанка 26 декабря. К этой дате мы шли долго, упорно. И этот год этому подтверждение. ЦБУ Бобруйске и в целом Могилевское областное управление, да и сам Беларусьбанк выходит с хорошими результатами. Беларусьбанку хочется только пожелать успехов, быть всегда рядом с коллективом, с клиентами, коллегам пожелать крепкого здоровья, тепла, уюта в семейных очагах, спокойствия на работе, добрых, понимающих клиентов, отзывчивых. Всех благ. За добросовестный труд и высокий профессионализм лучшим сотрудникам вручили заслуженные грамоты и благодарности. Ветеранов наградили юбилейным знаком Беларусьбанк 100 лет. Не ушли с пустыми руками и клиенты. Дипломами в номинации «Лидер банковского обслуживания» отмечены Белшинова, «Бобруйск-Агромаш», «Фондок» и «Бобруйский завод» тракторных деталей и агрегатов. Не довели до ума. В горосполкоме обсудили судьбу долгостроев. Внимание к этой теме в нашей стране уделяется на самом высоком уровне. Президент не раз сдавал поручения разобраться и навести порядок. Процесс контролируют сотрудники КГК. Что касается «Бобруйска», только за 9 месяцев этого года количество таких зданий сократилось до 21. Хотя еще в начале 2020-го их было 83. О глобальной проблеме городов. Карина Гуревич. Снести или достроить? Вот в чем вопрос. На заседании горы с полкома обсуждают незавершенное строительство. Запустить все замороженные стройки – задача непростая, но выполнимая. На этой проблеме президент акцентировал еще в прошлом году. Ее решение было поручено Комитету госконтроля. И если в 2020-м таких зданий в «Бобруйске» было 83, то уже к началу 2022-го их количество снизилось до 62. По состоянию на 1 октября текущего года в «Бобруйске» числится 21 объект. Все запланированные на третий квартал мероприятия выполнены. За исключением государственного учреждения культуры, парк культуры и отдыха города Бобруйск. Решить проблему можно несколькими способами. Достроить, перепрофилировать, продать, передать безвозмездно или снести. Под последний пункт в нашем городе попадают сразу три проекта. Административно-бытовой корпус машиностроительного завода, один из цехов мясокомбината и многоэтажный склад «Бобруйск-трикотажа». Голые каменные блоки, граффити и печальный вид строительства на территории этого завода началось еще в 1992-м. Но так и не закончилось. Работы остановились на пятом этаже. Решение судьбы склад ждал аж 30 лет. И вот итог. Снести его должны до 2025-го. Завершение ждут еще три городских объекта. Все в молодежном микрорайоне. Инженерные сети на строителей, в том числе канализация, связь, тепло и электроснабжение, проводят по мере застройки. То же касается и дороги по бульвару Переберезенскому. Доделают ее уже в этом году. В следующем возьмутся за Пуховскую. Она свяжет улицы вплоть до Днепровской флотилии. Для того, чтобы выйти от проблемы с долгостроями, мы пересмотрели подход к проектированию объектов. В настоящее время мы разрабатываем проекты уже более меньшей протяженностью, с учетом обеспечения финансирования и социальной значимости. Вот так выглядел один из самых старых долгостроев Бобруйска еще в 2017-м. Бетонная коробка на проспекте строителей не давала покоя местным жителям больше 25 лет. Уже сейчас здесь располагается современный торговый центр. Рядом облагороженная территория с лавочками и парковкой. Идеальный пример, как заброшенные проекты получают вторую жизнь. Было принято решение строительства торгового центра. По большому счету строительство длилось не так быстро. За год был построен. В течение пяти лет работы, я думаю, и учредители, которые занимались вот этим инвестпроектом, и жители микрорайонов 5-го, 6-го и 7-го очень надеются, что довольны тем, что у них в микрорайонах появился такой объект. Еще одна замороженная стройка – этажерка на Минской – занимала немалую территорию вплоть до 2021-го. Теперь здесь возведут многофункциональный центр больше, чем на 6 тысяч квадратов. Такие примеры показывают – в Бобруйске нет места незавершенным проектам. Нарушителей наказывают рублем. Физлицам грозит штраф до 10 базовых, юрлицам и вовсе – до 200. Город Бобруйск достаточно провел серьезную работу с этими объектами и сократил их количество более чем в три раза. Это нельзя не отметить. Вместе с тем еще остаются проблемные вопросы, проблемные объекты, с которыми необходимо, конечно же, проводить серьезную работу. Всего в Могилевской области более 300 долгостроев – восьмая часть всех незавершенных проектов республики. А заброшенные здания, как известно, не только портят внешний вид городов, но и представляют опасность. Только в этом году вторую жизнь получили 700 таких построек, бывшие производства, амбулатории и базы отдыха, благодаря чему появились новые рабочие места и социальные объекты. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Итоги недели. Подвиг народа бессмертен. В Бобруйске поддержали акцию военно-патриотического клуба «Рысь» против преступного беспамятства. Футболисты старшего поколения вместе с молодыми воспитанниками возложили цветы к мемориальному комплексу жертвам фашизма. В последнее время в ряде стран бывшего Советского Союза без церемонно уничтожаются памятники воинам, которые подарили миру победу Великой Отечественной. Так и стирается историческая память. Мне даже страшно того, что может произойти вообще из этого всего, то, что сейчас вообще происходит. Наши молодые ребята, которые у нас играют в команде, мы их воспитываем для того, чтобы они тоже помнили, знали про это. То, что была война, были когда-то погибли. Их тоже, наверное, может, про бабушки, про дедушки. И вот у меня лично два дедушки погибло на войне. Белорусы всегда чтили память предков и заботились об интересах своей родины. Акция прошла по всей стране. Присоединиться к ней мог любой желающий. Место, где рождается счастье. В Абруйском роддоме появились два новых аппарата УЗЕ экспертного класса. Это позволило выйти на более высокий уровень диагностики врожденных порогов и аномалий развития на ранних сроках беременности. Благодаря профессионализму медиков в этом году здесь услышали первый крик 2000 малышей. О современном перинатальном центре Татьяна Гурбач. Третий ребенок Кристины Михалап появился на свет в понедельник в 10.10. Мама говорит, волновалась, но все прошло на высоте. Вес 3200, рост 49 сантиметров. В комфортабельной палате продумано все до мелочей. Есть пеленальный столик с подогревом, весы для младенцев, предусмотрены подачи кислорода и кнопки экстренного вызова. Малышка София уже готовится отправиться домой и познакомиться со старшими братьями. После кесарева тяжело, вообще процесс тяжелый. Ну, быстро восстанавливаешься, когда особенно приносит ребеночка. Спасибо врачам, что они помогают всегда. На базе роддома функционирует межрайонный перинатальный центр. Оборудование самое современное, с каждым годом становится лучше. В 2022-м за счет республиканского бюджета пополнилось двумя аппаратами УЗИ экспертного класса. Это позволило выйти на более высокий уровень диагностики врожденных пороков и аномалий развития на ранних сроках беременности. При выявлении аномалий в ранние сроки, в первый триместр, это срок 11-13 недель, это значительно позволяет нам более в ранний срок провести дополнительные какие-то исследования, установить и подтвердить наличие данного порока. Также привлекаются специалисты областного и республиканского уровня консультации и назначаются дополнительные обследования вот таким женщинам. В Бобруйском роддоме функционирует срочная лаборатория. Здесь можно делать практически все – от общего анализа крови до самых сложных биохимических исследований. Медуслугами могут воспользоваться не только пациенты. Высочайший профессионализм, внимательное и доброжелательное отношение персонала гарантировано. По любым вопросам можно обратиться и к главному врачу. Буквально на прошлой неделе ко мне пришла женщина, которая родила у нас второго ребенка. Она поблагодарила весь коллектив в моем лице за профессионализм и доброжелательное отношение и сказала, в очень скором времени придется к нам вновь за третьим кульком своего счастья. Во время реконструкции 2014-го здесь модернизировали взрослое и детское реанимационное отделение, операционный блок, установили медтехнику последнего поколения. За этот период уже родилось более 24 тысяч малышей. Такое количество можно сравнить с населением небольшого города. В 2022-м тут уже услышали первый крик двух тысяч младенцев, из них 14 двоен. Сейчас врачи гадают, сколько ребят появится на свет в новогоднюю ночь. В прошлую это были мальчик и девочка. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Планеты Б не существует. Если мы не изменим подходы к окраине окружающей среды, то мир останется под угрозой. На неделе в Канаде стартовал саммит по опросам природы. Какие меры будут предприняты? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Парламент Швейцарии избрал нового президента страны. Им стал член социалистической партии, бывший лидер государства Ален Берсе. Голосование проходило в режиме онлайн. Берсе заручился поддержкой 140 депутатов и сенаторов. При этом для избрания требовался 91 голос. Согласно законодательству, президент занимает свой пост не больше года. Помимо этого, он должен иметь местное гражданство и выполнять функцию посредника в кабинете министров. Денег нет, но вы держитесь. В Европе с каждым днем все сложнее сводить концы с концами, озвучил Евростат. По информации агентства, в Евросоюзе увеличилось количество людей, которые не справляются с ценами. Населению уже непросто покупать продукты и оплачивать коммунальные. Некоторым не хватает даже на базовый набор. Труднее всего приходится жителям Болгарии. Финансовые трудности там испытывают почти 40%. А в Словакии, Италии и Франции каждый пятый сталкивается с проблемами. В Канаде стартовал саммит ООН по вопросам природы, в котором принимает участие почти 200 стран. Цель – разработать рамочную программу на ближайшие 10 лет по спасению океанов и лесов. Среди шагов – обязательство по защите 30% суши и моря к 2030-му. Отмена субсидий на рыболовство и сельское хозяйство. Борьба с инвазивными видами. Прекращение использования пестицидов. Саммит должен был состояться двумя годами ранее, но был отложен из-за пандемии. Илон Маск уступил первое место в списке самых состоятельных людей на планете. Рейтинг возглавил владелец французского производителя предметов роскоши Майот Хеннесси, Луи Виттон, Бернар Арно и его семья. По информации Forbes, состояние Маска оценивается в 184 миллиарда долларов, а активы Арно – в 185. Падение основателя SpaceX объясняют резким снижением стоимости акций Tesla, которые потеряли более 47% после того, как миллиардер сделал предложение о покупке компании Твиттера. На встречу добру в Токио прошел забег Санта-Клаусов. На старт вышли около 5000 человек всех возрастов и даже домашние животные. Марафон проходил на двух дистанциях. Самая длинная – почти 4,5 километра, короткая – 2. Она для маленьких и пожилых участников. Главное – не победа, а сбор средств на благотворительность. Их потратят на покупку рождественских подарков для тяжело больных детей. В 50 оттенков Нового года полки магазинов заполнили праздничные украшения. Хендмейт-шары, блестящие ангелы, светящиеся домики, декоративные понсетти и, конечно, десятки видов милых зайцев. Постарались и белорусские производители. Представлены самые уникальные и разнообразные изделия. Секрет идеальной атмосферы раскрыла Карина Гревич. Когда за окном снежная вьюга, а мороз рисует узоры на стекле, самое время готовиться к праздникам. Первый пункт в новогоднем чек-листе – покупка украшений. И здесь белорусские магазины постарались на славу. Глаза разбегаются от выбора всевозможных елочных шаров. Самые маленькие обойдутся всего в 40 копеек за штуку. Они хорошо подойдут для небольшой настольной елки. А перламутровые оттенки идеально впишутся как в домашний, так и в офисный интерьер. Эстетам, между тем, готовы предложить невероятные хендмейд-изделия. Этот стеклянный шар расписан в стиле народных гуляний. Каждая деталь проработана акриловыми красками. Снег покрывают белые блестки. Здесь же рельефные домики, калядная коза и веселые детишки. Новогоднее украшение в деревянной подарочной упаковке обойдется в 40 рублей 59 копеек. Создать особую атмосферу помогут маленькие Дед Морозы, разноцветные поезда, блестящие ангелы и музыкальные карусели. К примеру, самая простая однотонная керамическая статуэтка обойдется в 7 рублей. А вот красочные изделия с пайетками и светящимися элементами могут доходить до сотни. К ним в дополнение искусственные веточки ели и цветки пуансетти покорят гостей из катерти и настольные салфетки с волшебными вышивками. Цена от 60 рублей. У нас представлен широкий выбор игрушки белорусских производителей. Они превзошли сами себя. Выбор широчайший. Рисунки красивые. Все сделаны вручную. Что приглашаем за покупками. Мода на ретро затронула и всеми любимый праздник. Чем отчетливее видна рука мастера, тем выше спрос. Так в колледже Ларина скрупулезно создаются новогодние украшения. Каждый сезон акцент педагоги и учащиеся делают на символ будущего года. В этот раз десятки видов зайцев, в первую очередь керамических. В зависимости от размера статуэтка обойдется от 3 до 15 рублей. Есть также елочки, колокольчики и подсвечники. А небольшие деревянные изделия для зеленой красавицы по 3 рубля. Техника выполнения очень разнообразная. От ручной росписи до техники докупажа, техника трафарета, техника монотипа и так далее. Выполняем новогодние картины. Это пейзажи, это натюрморты, это какие-то фрагменты новогоднего праздника. Удивительные сани, в которых можно сложить фрукты или конфеты, покупатели забирают сразу по несколько экземпляров. Оценили их в 15 рублей. Работа в мастерских кипит с середины ноября и вплоть до конца декабря. Уже создано больше 500 изделий. Приобрести украшения можно в магазине на территории колледжа на Крылова, 38. По будням с 8 до 17 часов. Наш колледж может предложить в преддверии новогодних праздников и рождественских мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира из керамики. Стоимость такого мастер-класса может обойтись порядка 20 рублей. Может быть проведен как для группы лиц, так и индивидуально. Ну и как же встречать Новый год без фонариков? Сияющие огоньки добавляют магии даже в будничный день. В этом году особой популярностью пользуются растяжки на окна. Есть варианты не только цветов, но и формы. Звездочки, шарики, елочки и снежинки. Самая маленькая, полтора на полтора метра, обойдется в 13 рублей. А вот гирлянды идут от 10. Можно добавить света благодаря необычным игрушкам. За северного оленя, к примеру, придется отдать 50 рублей. Столько же нужно выложить за декоративное зеленое деревце. В те годы у нас все брали больше цветного. Сейчас берут желтого теплого цвета. Потому что, наверное, хочется, чтобы на душе было потеплее, поуютнее дома, в домашней обстановке. Можно игрушки не покупать. На елке у нас шарики, пятиметровая растяжка. Они не мигают, ничего, как будто шарики очень красивые, кружевные. 25 рублей. Без главной новогодней красавицы ну никак нельзя. Искусственные елки на рынке можно найти от 6 рублей за 90 сантиметров. Чуть меньше двух метров обойдется в 235. Однако цена вырастает за счет декоративных шишек и белого напыления. Два с половиной метра будет стоить все 330. Деревья отличаются также по оттенкам, цвету ствола и пышности. Некоторые вовсе не нуждаются в украшениях. Я давно уже искусственную ставлю. Просто я хотела ее увеличить. Чем украшать планируете? В каких цветах? Вовсе, у меня шариков много-много еще Советского Союза остались. У меня всегда елка украшена в однотонном. Вот у меня в этом году все шары будут золотые. Смотрю зайчиков. Понимаете, вот посмотрел вот этих хочется мягких. Ну, как говорю продавцу, хочется, чтобы пели. Какие-нибудь, например, колядные песни, новогодние песни. В год черного кролика лучше всего выбирать синий и голубой оттенки. К ним отлично подойдет серебряный. Можно разнообразить украшения засушенным цитрусом и палочками корицы для аромата. Такие элементы свойственны трендовому ретро. В стиль гламур между тем хорошо впишутся пушистые перья, большие банты и жемчужные тона. Однако не столь значительно, как вы украсите свой дом. Куда важнее атмосфера в нем. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Такими уходящие сними увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кемель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин